Он никогда не возвращается к учителю. Подобно человеку, который был с женщиной, оставляет её. Подобно оленю, который убегает из горящего леса. Подобно птице, которая клевала плоды из дерева, улетает. Подобно ученику, который получал образование от учителя, оставляя Оудова. Это та према, причина, которая встречается в этом мире. Но наша према Кришне не такова. Наша према и его према по отношению к нам была полностью чиста. Поэтому Оудова, как можно сказать, что она не прервалась, если она была чиста? Ты можешь ответить? Оудова не смог ответить. Оудова не выдержал этого экзамена в школе премы. Он пытался поступить в школу према, где учительницами были Лолита Вишака, но ему не удалось этого сделать. Кришна послал Оудову во Вринаван, чтобы он поступил в школу према, но он даже не поступил, вернулся в Мадхуру. Тогда Оудова увидела одну гопи, которая лежала на лужи из лепестков. И жар источал ее тело. Она вспоминала о том, как она была вместе с Кришной. И сейчас она памятовала о том, что Кришна сейчас делает в Мадхури, как он наслаждается с Раджа Кумари, с царицами. И, думая о Кришне таким образом, она заметила шмеля, который подлетел к ней. Она расценила его как посланца Кришны. И Шиловича Ана Чикаруати Такур комментирует, что этот шмель никто иной, как сам Кришна, который пришел, чтобы увидеть настроение Шимати Радхики. Когда шмель принял стопы за Шимати Радхики за тучу, она сказала шмелю, «О, Мадусудана, не смей прикасаться ко мне. Ты не чист. Мадусудан — это тот, кто пьет мед или маду. Это шмель». Но еще одно значение имени Мадусудана — тот, кто охмелен, охмельным напитком. И Радхика сказала, «О, Мадусудана, твой Кришна в Мадхуре, и он пьет нектар из уст Радж-кумари, принцесс, и он полностью охмелен. Но так как ты охмелен от премы, ты такой же, поэтому ты не чист. Не прикасайся ко мне. Лети, лети отсюда». «Как твои усики стали желтыми?» говорит Шимати Радхики. «Кришна обнимал там цариц Яду, и кункума, которая была на их теле, она перешла на гирлянду Кришны, поэтому так она попала на твои усики, поэтому они стали желтыми». Они сказали, «Свамени, это, естественно, цвет усиков». Они сказали, «Нет, нет, это не так». Неужели Яду не знают, что Кришна делает наедине с их женами? Поэтому тот, кто так поступает, он шут, и тот, кто... Ты тоже шут, потому что он тебя послал. У тебя целых шесть ножек. Четвероногие животные очень глупые, но что и говорить о тех, у которых шесть ножек. У тебя целых шесть ножек, поэтому ты такой глупый. Радека сказал, «Почему ты поешь об этом черномазом? Здесь никто тебе не даст никакого подношения. Мы тебе даже не дадим ни одной турецкой горошинки. Поэтому лети-ка лучше в Матхуру, и там они будут похвалить тебя за твою Харикатху». И Кришна сказала, что мы слышали от Пурнамаси, что есть такой черномазы. Она не упоминала именно, что в Трета-югу этот черномазы, он убил обезьяну. Что пробка в убийстве обезьяны? Ее мясо невозможно есть и так далее. Поэтому он так согрешил. И этот, охваченный вожделением, человек, он принялся не аж. Но одна вожделящая женщина подошла к ней, он не удовлетворил требования, но вместо этого он отрезал ей нос и уши. А еще один, темный, которого звали Вамана, то есть она не поминает имени, но мы знаем, что это Вамана, он взял все у собственного преданного, обокрав его как ворону, оставил голым как ворону. Но если Кришна такой жестокий, как можно постоянно о нем размышлять и воспевать его качество? Радыка говорит, мы не можем оставим, хотя нам это несет великое горе, мы не можем оставить его. И тот, кто погружается в Кришна-катху, она подобна яду, и поэтому он оставит все и отправится во Вриндаву. Но не только он сам будет плакать и согрушаться, он сделает так, что те, кто будут его слушать, они будут плакать и согрушаться. Наконец-то Радыка спросила у Шмеля, помните ли, когда у нас Кришна? «О, Кришна, Твои руки так сильные, пожалуйста, вернись к нам». И этими руками наш стан, и воскликнув эти слова, Радыка пала без чувств и удава, он произнес после этого много молитв в Атмакалме. «Тот Кришна, который не может даже удержать своего, на котором не может удержать свой ум даже Брахма, Шива, Утава, тот, который, стопы, которого массирует Лакшми, он поставил свои стопы на грудь Гопи. В конце концов, Утава склонился в Дандаватах перед пылью с лотосных стоп Рады, потому что Харикатха из ее уст очищает все три мира. Утава таким образом вернулся в Матхуру. Гурдев сказал, что 60 лет назад, 50 лет назад, человек Гурдев приходил сюда, с Парам Гурдевом. Здесь росло столько деревьев Кадамба, они были настолько толстыми, что невозможно было пройти между ними. Но сейчас, к сожалению, все эти деревья засохли и их срубили. Сила Гурдев, он обратился к руководству с просьбой посадить новые деревья, но правительство не согласилось, поэтому Гурдев сказал, что правдами или неправдами так или иначе вырыли этот пруд. И здесь живет один Махатма, и он присматривает за этими Кадамбами, и Махатма присматривает за ними, не боясь никаких властей или полиции. Это раса стали Рады Кришны. Мы хотим покрыть мрамором, и чтобы Махатма здесь и присматривал за этим местом. Сила Гурдев просит всех, чтобы они помогли в этом проекте. Это будет великим вкладом в нашу сампрадаю. Я отправляюсь сейчас, но вечером. То есть вы будете сейчас собрать пожертвования, если Патир Тамараш передаст Махатме эти пожертвования.